Здравствуйте. Очень приятно видеть после тяжелого трудового дня столько народу. И, соответственно, сегодня я хочу рассказать о том, что такое DevOps, о людях в DevOps и, соответственно, конфликтов, которые возникают. Для начала немножко о себе. Я в основном технарь. Прошел путь от разработчика до директора по разработке и, соответственно, был как и тимлидом. Также еще выполнял роли проектного менеджера, тестировщика, продуктового менеджера, но это было по совместительству. Сегодня о чем буду говорить, как уже было сказано. Вначале я чуть немножко скажу про то, что же все-таки такое DevOps, потому что сегодня с этой терминологией есть проблема. И в основном будет про межкомандную коммуникацию, про людей. И, к большому сожалению, я ничего не буду говорить про технологии инструментов во втором докладе. Я думаю, будет компенсация в виде технического доклада. Итак, давайте для начала посмотрим, что же все-таки такое DevOps. Когда приходишь в разные компании, когда беседуешься с людьми, очень многие DevOps понимают. Так, если мы возьмем и подружим разработчиков, администраторов, еще какие-то парочку инструментов применим, вот это и есть DevOps и говорят, да, у нас есть DevOps, да, у нас с этим все хорошо и никаких с этим проблем нет. И, соответственно, во многих компаниях возникают такие экзотичные должности, как DevOps-инженер, DevOps-команда, директор. И на самом деле это немножко некорректно. При этом в больших компаниях, таких как, не знаю, Сбербанк, МТС и так далее, как в виде временной должности, временной команды это имеет смысл. Давайте немножко раскроем контекст. Первое, когда приходишь в компанию и начинаешь внедрять DevOps, к этим разработчикам и администраторам обычно еще прикрепляются тестировщики. Надо необходимо непрерывно тестировать. И дальше уже, когда раскрывается контекст, сюда уже входит и планирование, и разработка, и мониторинг. И, соответственно, появляется масса DevOps-инструментов. И в данном контексте даже такие инструменты, как Office, Google Drive, Docs, это все тоже является частью DevOps-инструментов. Если вы в интернете загуглите шаблоны DevOps, паттерны DevOps, антипаттерны, первое, что вы нагуглите, это, скорее всего, картинку Гартнера, которая сейчас стала очень популярной. И на этой картинке мы можем видеть, что в DevOps вообще-то входят еще и люди, и процессы, технологии, и, соответственно, DevOps-культура. И здесь у многих возникает такой резонный вопрос. А как же гибкие методологии? Мы-то думали, что это все про гибкие методологии, а ты говоришь, что это все-таки DevOps. И, собственно, с чего все начинается? Когда в некую компанию начинают говорить о гибких методологиях, начинают говорить о потоке создания ценности, начинают внедрять какую-нибудь agile методологию. Scrum, Kanban, это, по большому счету, не имеет большой разницы. И, соответственно, допустим, если в Scrum надо регулярно получать релизы, надо регулярно получать поставки, уже начинают говорить о непрерывной интеграции, о тестировании сборок, и сюда уже включаются тестировщики, дальше непрерывное развертывание, и дальше уже вовлекая всех участников процесса, менеджеров, дизайнеров, аналитиков, начинается соответствующая DevOps культура в компании. В этом контексте, если вы считаете, если кто-то считает, что просто взяв Docker, Kubernetes, ICD, у вас уже появился DevOps, это не так. И, соответственно, если у вас есть отдельно разработчики, отдельно администраторы, при этом иметь отдельных DevOps инженеров, это примерно то же самое, что, не знаю, сказать, вот у нас UI разработчик, вот у нас backend разработчик, а вот это у нас agile разработчик. Немножко бессмысленно, соответственно, то же самое с DevOps. Что имеет смысл почитать на эту тему? Такие книжки, как «Философия DevOps», я буду приводить дальше в примеры некоторые книги, не буду подробно на них останавливаться, слайды будут у вас, я думаю, у вас будет возможность ознакомиться со всем этим самостоятельно. Теперь, в какой момент компания начинает задумываться о том, что такое DevOps и как его внедрить? Давайте представим такую ситуацию. Допустим, разрабатывается некий продукт и наблюдается следующая версия. От версии в версии количество багов в этом продукте растет. Естественно, это всех раздражает и время релиза с каждой новой версии растет все больше и больше. И после этого доверие в команде разработки падает. Падает доверие как со стороны руководителя, так и между разработчиками, тестировщиками. Начинаются конфликты, нехорошие, токсичные ситуации и так далее. И первое, что пытаются сделать, это зафиксировать требования. Достаточно подробно, детально описывать требования. И если кто участвовал в такой классической водопадной модели, где были требования, где были документации на полторы тысячи страниц, могут помнить, что это далеко не всегда помогает вовремя сдать продукт, вовремя реализовать и сдать какие-то фичи, сервисы и так далее. И здесь уже руководство в какой-то момент начинает думать, что делать. Первое решение решают, не знаю, заново набрать полностью с нуля команду или вообще зафиксировать убытки, закрыть проект. Или решают, что люди на самом деле просто не хотят работать, и давайте мы их накажем. Или там премируем, TPI назначим и такие нехорошие вещи. А в некоторых случаях люди начинают понимать, что что-то не так с коммуникацией, что есть очень много трат на взаимодействие и общение. И, соответственно, начинают думать, что с этим делать и как применять гибкие методологии и девопс-методологию. И здесь начинаются конфликты. Когда приходишь в такую команду и начинаешь общаться со всеми участниками разработки, можно услышать от разработчиков, что менеджеры нехорошие люди постоянно меняют требования, мы должны постоянно что-то рефакторить, у нас постоянно отваливается, сами не знают, чего хотят. Дизайн вообще уродский. И от менеджеров можно услышать обратно от разработчиков, что они некомпетентны, постоянно что-то ломают. Тестировщики ругают и тех, и других. Дизайнеры говорят, что мы вообще не аналитики, мы просто рисуем. Вот мы нарисовали, и на этом наша работа заканчивается. На самом деле конфликтов очень много. И в основе всего лежит несколько таких повторяющихся конфликтов, базовых конфликтов. Когда внедряется девопс, конечно же, первое, что делается, автоматизируются какие-то рутинные простые операции. И многие люди, они опасаются автоматизации, думают, что из-за этого они могут остаться без работы. И, соответственно, когда ты говоришь, а давайте еще что-то автоматизируем. Разработчики говорят, да не-не-не, нам, например, легче собрать руками на своей машине, зачем нам там внедрять какие-то CICD и так далее. Не моя работа, это когда ты говоришь, давайте вы вместе будете сотрудничать. Люди говорят, не хочу. Зачем? Ну, то есть я делаю свою работу, делаю хорошо, а тут еще хочешь, чтобы я кому-то помогал что-то делать дополнительно. И, соответственно, многие люди интроверты в нашей профессии, соответственно, считают, что если им поставили задачу, они не могут делать и не обязаны ни с кем общаться, и не хотят ни с кем общаться. Когда ты рассказываешь про какие-то девопс вещи, гибкие методологии, разработки, очень многие говорят, да это все чушь, то есть никто не использует это, какие-то новомодные, какие-то ненужные вещи. И еще одна причина, когда ты говоришь, давайте вы вместе будете работать и будете друг другу помогать. Сразу возникает вопрос, а кто будет виноват, если что-то пойдет не так? И последний случай, опять-таки, тебя слушают, говорят, да, 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 ты говоришь правильные, очень хорошие вещи, но у нас все по-другому. У нас не так, у нас это не зайдет. И, соответственно, конечно, это не полный список, есть еще очень много таких возражений, но в основе лежит именно вот эти конфликты. Мы рассмотрим сейчас конкретные случаи. И, естественно, в команде разработки участвует очень много людей, но мы сейчас не будем всех рассматривать. Доклад будет построен вокруг разработчиков. Ну, во-первых, потому что мы просто не успеем рассмотреть все возможные конфликты, а во-вторых, это бессмысленно. В какой-то момент они все начинают повторяться и начинается такое однообразие. Ну и давайте начнем с первого конфликта. Когда вы говорите, приходите в компанию и говорите, давайте вместе сотрудничать разработчики и администраторы, вместе создавать, при сотрудничестве создавать более быстрые релизы и так далее, тут возникает конфликт, что разработчики хотят постоянно что-то менять, обслуживание, в данном случае администраторы. Они, наоборот, хотят, чтобы все стабильно работало, ничего не ломалось. И, соответственно, здесь начинаются такие нехорошие вещи, как отказ от сотрудничества. Например, сейчас я люблю приводить пример дотнет, потому что многие сидели на винде, и когда ты говоришь, ну все, теперь дотнет кросс-платформа, давай ты будешь писать под линуху, а для этого поставь себе докер, немножко подучи лину, они говорят, нет, я не хочу, я хочу писать код. И то же самое со стороны администратора. Здесь очень много приходится говорить про то, что в разработке на самом деле сотрудничество очень важно. В моей практике были случаи, когда команда из шести разработчиков, которые сработались, которые дружно делали какой-то продукт, работали эффективнее, чем другая команда в другой компании, которые делали почти то же самое, но там было уже сто человек, а вместо шести человек в одной команде. То есть то, о чем писал Демарко, Брукс, это все правда. И на самом деле это можно увидеть вживую. Ну и, соответственно, надо просто объяснять, почему выгодно сотрудничать, объяснять разработчикам, что ты вот, например, сейчас сделаешь ошибку, администратор его потом на бою обнаружит, жизненный цикл увеличивается, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, рассказывать про инструменты, про практики, докер, CICD. Сейчас это уже стало стандартом де-факто. Не будем на этом останавливаться. Сейчас уже страх того, что их заменят. Сейчас уже с этим не сталкиваешься, но в начале, когда докер только-только появился, я начал продавать эту историю администраторам, разработчикам, и мне в администратор высказали претензию, вот ты в конце концов хочешь от всех администраторов отказаться, оставить только разработчиков. Ну и здесь, конечно же, я объяснял, что нет, на самом деле ваша роль никуда не денется, вы останетесь, вы отвечаетесь за боевые сервера. И так как администраторы не справлялись, оплатили курсы, но здесь оплата курсов была, не несла какой-то практической пользы, она несла больше такой психологический эффект, что на самом деле мы не хотим тебя увольнять, мы хотим с тобой сотрудничать, мы готовы вкладывать в тебя деньги, ты только там научись каким-то базовым вещам. Соответственно, возникает вопрос у администраторов, а если там разработчики в своем контейнере что-то накосячат, кто будет виноват? Ну на самом деле виноваты будут все. Но при этом надо помнить, что коллективное ответственность всегда приводит коллективное безответственность. Ты не можешь сказать, вы все виноваты, вы все там нехорошие люди и будете виноваты. И надо разбираться, выяснять, что случилось, в чем проблема и чаще всего оказывается, что скорее всего проблема в руководителе, который неправильно продает, неправильно продвигает эту тему. Дальше. Когда уже вовлекаются тестировщики? В процесс, когда, например, в CI-процесс, CD-процесс внедряются такие вещи, как тест-драйвинг-деплоймент, начинаются такие нехорошие вещи, что зачем это все делать, автоматизировать, и так все хорошо. Ты приносишь какую-то непонятную, навязываешь какую-то непонятную, нехорошую вещь. И просто берите, считайте на бумажке, какой эффект, в чем выгодно, сколько времени сэкономите. На самом деле многие отказываются от автоматизации не потому, что это действительно дешевле сделать руками, а просто потому, что не понимают, как автоматизировать какие-то вещи. Ну и соответственно, если мы начинаем включать вместе дружить тестирование и разработку, многие разработчики, я сталкивался с тем, что когда многим разработчикам говоришь, давайте начнем тестировать, они говорят, зачем? Вот есть тестировщики, пускай они тестируют. Я не хочу писать тесты. Это не моя работа. И здесь надо просто объяснять, что тестировщики отвечают за качество на бою, а вы как разработчики отвечаете за качество кода. И тесты, которые вы пишете, это в основном про качество кода, а не про то, чтобы заменить тестировщиков. И абсолютно обратная ситуация, когда я очень много возился с разработчиками, учил, критиковал. А в какой-то момент тестировщица расплакалась и сказала, вот ты в конце концов, вот хочешь сейчас научить разработчиков тестировать, а от всех тестировщиков избавиться. Естественно, это был мой косяк в первую очередь, что я упустил этот момент, я упустил этот момент, когда люди начали бояться за свое место. И здесь, конечно же, надо с другими участниками процесса общаться. И в данном случае, например, показывать знаменитую пирамиду тестирования и объяснять, что они никогда не останутся без работы. Автоматизируется то, что уже больше не меняется. И задача тестировщиков заключается в том, чтобы тест аналитика ведущего тестировщика составить тест-кейсы и отдать автоматизаторам. Сейчас есть очень большая проблема с умением написания тестов разработчиков. Поэтому, если кто-то думает, что умеет писать тесты, настоятельно рекомендую почитать шаблон тестирования Xfinit. Там хоть и наява, но подойдет для разработчиков на любом языке. Ну и дальше. Единственное, вот эта зеленая книжка, если все-таки никогда не писали там тысячи тестов, десятки тысяч тестов, имеет смысл начать с зеленой книжки. Она полегче. Дальше. Включение в DevOps дизайнеров. Давайте для начала поговорим о дизайнерах. Какие бывают дизайнеры? Очень многие руководители нанимают дизайнеров по знакомству. Берут дизайнера полиграфии или берут за самую низкую зарплату. И, соответственно, они в основном умеют полиграфию. Дальше. Дизайнеры UI. Они знают особенности платформы, могут уже спроектировать нормальный юзабельный UI. Следующий этап эволюции – дизайнеры, которые уже умеют думать, как приложением будут пользоваться, знают пользователей, анализируют. И если у вас есть такой дизайнер, вам очень повезло. С такими дизайнерами крайне комфортно работать и максимально приятно работать. И следующая ступень – крайне большая редкость – дизайнеры, которые умеют дизайнить систему. Они уже видят логику дизайна. Они понимают, что визуальный стиль, умеют создавать UI-кит, знают такие вещи, как атомарный дизайн и так далее. Соответственно, не важно, какой у вас дизайнер. Если у вас дизайнер, который умеет дизайн систему, вы его можете просто брать и включать в DevOps. Но когда сталкиваетесь, например, с дизайном полиграфии, они говорят, мы не аналитики, чтобы думать о пользователях и продумывать какие-то сценарии. Вот нарисовали концепт, идите дальше, сами думайте, как это все использовать. Надо просто объяснять, говорить, что на самом деле дизайн – это не то, как выглядит. Еще очень часто слышу, что да, дизайн система и так далее – это все очень круто, но вот тут уникальный у нас дизайн. Он никак вообще не поддаются в дизайн систему. У нас все совсем по-другому. Здесь надо просто объяснять, что даже в любом уникальном дизайне есть повторяющие элементы. Разработчикам вместе с разработчиками создаете проект, что-нибудь UI kit. Дизайнер создает UI kit. И, соответственно, вместе с разработчиками параллельно создаются наборы компонент, которые просто переиспользуются. И так как мы в гостях Mail.ru, я взял парадигм дизайн системы Mail.ru. У них на сайте design mail.ru можно найти библиотеку компонент, которые они держат в открытом виде. Можно зайти посмотреть. И еще с аргументом, когда дизайнер говорит, это все чушь, это все не про нас. Просто показывайте примеры. Огромное количество примеров, как и в англоязычной сети, так и в русскоязычной сети Design System Club. Куча компаний в открытом виде выкладывает дизайн системы. Просто показываете и говорите, на самом деле это живая тема, этим пользуется и это нужно использовать. У меня на практике был случай, когда вместо двух дизайнеров полиграфии, которые решили одновременно уволиться, я уговорил руководство нанять грамотного дизайнера, который умел уже больше в дизайн систему. Мы сэкономили просто огромное количество времени на выпуске фич. Только за первый квартал скорость разработки увеличилась в три раза. И дальше эта цифра только росла. На команду из десяти человек можете представить, какая экономия денег. Хотя такой дизайнер обходится в два раза дороже. Ну и книжки. Вот первые две книжки я рекомендую всем, и разработчикам, и дизайнерам. И соответственно в основном вот эти следующие две книжки в основном для дизайнеров. Так и дальше. Когда у вас в команде матричная структура управления, у вас отдельно есть UI разработчики, у вас отдельно есть backend разработчики, очень много времени и потерь времени уходит на межкомандную коммуникацию. И как обычно решают эту проблему? Создают команду универсалов. То есть собирает команду, в котором каждый разработчик может и во фронт-энд, и в бэк-энд, и в базу данных. И у этого подхода есть свои преимущества и недостатки. Один из недостатков то, что тестировщики туда все еще не входят. И среди плюсов это полная взаимозаменяемость. И скрам-методологии, многие скрам-мастера, многие менеджеры обожают стори-поинты, просто фанатеют со стори-поинтов. И здесь эта история со стори-поинтами заходит. И в достаточно простых проектах, в принципе, это эффективно работает. Ну и соответствующие минусы. Это очень дорого, в том плане, что full-stack разработчики просят больше денег. Таких разработчиков крайне трудно найти. Наверняка все сталкивались с ситуацией, когда, например, разработчик отлично знает бэк-энд, но ему отказывают, потому что он в основном пользуется реактом, а не ангуляром и наоборот. И нужно, конечно же, тщательно… Нужно учитывать, что тестирование все еще отдельно и в сложных проектах это перестает работать. И здесь есть другое решение. И многие путают команду универсалов с кросс-функциональной командой, когда мы просто из разных ролей собираем команду, в которой есть все необходимые компетенции. И такая кросс-функциональная команда, она может работать вполне параллельно, может выпускать разные фичи, каждый отдельно. И плюсы заключаются в том, что такая, каждая команда самодостаточна полностью и время выпуска фич уменьшается существенно. Ну, собственно, чего и добивались. Минусы заключаются в том, что в такой команде скилл каждого разработчика достаточно важен. Требуется высокий уровень сотрудничества и доверия. И, соответственно, обязательно требует наличие опытного архитектора. Потому что, если две разные команды, работающие в одном продукте, каждый начнет пилить свою архитектуру, все заканчивается очень плохо и очень быстро. Дальше. Уже пойдем больше по вертикали. Когда уже в DevOps-культуру вовлекаются продуктовые менеджеры, начинаются следующие вещи. Во-первых, чего хотят продуктовые менеджеры? Они хотят быстро реагировать на бизнес-требования, быстрые реакции бизнес-требований, хотят проверять какие-то гипотезы, АБ-тесты и так далее, и так далее, и так далее. И здесь уже начинается конфликт со стороны разработчиков. Ну вот эти постоянные жалобы, что требования часто меняются. Мы же создали такую красивую архитектуру, а тут опять какое-то требование, которое ломает всю архитектуру. Здесь просто надо объяснять разработчикам в основном, что вообще-то не бизнес должен работать на эту красивую архитектуру, а все должно быть наоборот. Архитектура должна работать не бизнес и подстраиваться под архитектуру. И в таких проектах, в таких командах, у таких разработчиков обычно нет тестов. Надо учить писать тесты. Тесты крайне мало кто умеет писать. Многие разработчики даже не подозревают, что их несколько разных типов и даже не знаю, в чем разница. Ну, естественно, тесты недостаточно. Сейчас есть куча базвордов. Solid, DDD, DSL, FDD, CQRS и так далее. И когда с разработчиками говоришь про все это, очень многие разработчики говорят, это все чушь. Это все не нужно. Вот на хабре можно показывать кучу комментариев, что Solid – это все фигня, это все никто не использует. и мы там в каком-то проекте использовали, это все не зашло, и так далее, и так далее. Правда заключается в том, что все-таки в больших проектах это нужно. И нужно уметь это все готовить, нужно уметь с этим работать. К сожалению, очень многие просто обжигаясь попытки использования или злоупотребляя во использовании всего этого, говорят, что это потом все не нужно. Ну и теперь перейдем к продуктовым менеджерам. Когда команда становится достаточно токсичной, я сталкивался с тем, что продуктовые менеджеры говорят, все, я с этими разработчиками уже не хочу общаться. Вот ты там руководитель, давай ты сам будешь объяснять, а я не буду с ними общаться и так далее. Ну тут просто надо объяснять, что это недопустимо, что разработчики должны понимать, что они делают и зачем. Если к ним пришли, перекрась эту кнопку в красный цвет, они должны понимать, зачем. Ну и такая вещь, как job story вместо user story, об этом скажу побольше чуть позже. Здесь, что касается тестов и архитектуры, есть масса замечательных авторитетных книг. Многие разработчики их не читали и не знают. И, соответственно, крайне настоятельно рекомендую со всем этим ознакомиться. DDD последнее время набрало популярность силу того, что пошел такой хайп вокруг микросервисов. Многие начинают применять микросервисы, обжигаются. Говорят, это все отстой. И, соответственно, образование в области предметно-ориентированного проектирования крайне важно. И многие считают, что DDD – это про то, как писать код. Нет. DDD – это про то, как общаться с бизнесом. И он абсолютно не привязан к какому-либо языку программирования. В данном случае книжка, которая показывает, как использовать в функциональных языках программирования, может доказать это. Теперь, что касается продуктовых менеджеров и разработчиков. В DevOps крайне важно развитие эмпатии у разработчиков. И задача продуктового менеджера заключается в том, чтобы развивать эту эмпатию. Наверняка все сталкивались с разработчиками-максималистами. Я периодически сталкиваюсь, которые говорят, мы там не делаем приложения для глупых людей. Мы все знают, все умеют пользоваться айфоном. Все знают, что свои права – это удаление. Не надо никакой кнопки добавлять. Вот какие-то глупые менеджеры, глупые дизайнеры добавляют кнопки, не знают гайдлайны и так далее. Здесь просто продуктовым менеджерам надо работать с вовлеченностью разработчиков. В моей практике был случай, когда делали приложение для школ. Просто продуктовый менеджер брал всех разработчиков, ввел на открытый урок в школу и показывал этих людей, потенциальных пользователей. В школах люди, преподаватели 45+. И когда им сложно освоиться с этой техникой, как-то вот этот пыл, энтузиазм разработчиков падает, когда они вживую видят, кто их пользователь вживую знакомится с ними. Ну и не всегда возможно познакомить с пользователями. Можно также проводить на юзабилити тестирование. И теперь что касается job story. Знаменитая фраза «покупают не дрели, а дырки в стене». Задача продуктового менеджера заключается в том, чтобы объяснять разработчикам, зачем они делают свою работу. Очень многие разработчики этого не делают. Многие продуктовые менеджеры этого не делают. В моей практике, например, был случай с поисковой системой для B2B, когда разработчики писали очень сложный поисковый движок. И разработчики просто не понимали, за что платят деньги в этом поисковике, платят клиенты. И здесь, когда объяснял разработчикам, я уже со своей стороны объяснял разработчикам, что на самом деле люди платят не за то, чтобы что-то искать, а руководители компании покупают доступ к системе для того, чтобы оценить работу своего пиар-отдела и по итогу в конце года решать заплатить премию пиарщикам, сказать, вот вы молодцы, повысили нашу узнаваемость или наоборот не платить премию и, соответственно, именно за это платить деньги. И из-за этого недопонимания было очень много конфликтов и разработчики удивлялись, а что это продуктовые менеджеры так бесятся, когда там чуть-чуть поправили формулу PR-индекса. И дальше, уже когда в DevOps вовлекается руководство, в разных компаниях разная структура, где-то роль директора выполняет продуктовый менеджер, где-то есть отдельный исполнительный директор. И, соответственно, когда в работу вовлекаются представители руководства, исполнительный директор, генеральный директор, надо понимать следующее. Обычно генеральный директор, у которого полторы тысячи, тысячи просто подчиненных, с ними возникает недопонимание. У них огромный опыт управления в самых разнообразных сферах деятельности, управляли большим количеством людей, огромный стаж, 20 плюс лет управления. И в основном они не понимают, что есть существенные отличия в продуктовой и проектной работе. Особенности операционной деятельности. Как Демарко писал в своей книжке «Человеческий фактор», есть операционная деятельность. Допустим, это когда в гамбурге жарят гамбургеры, делают одну и ту же постоянную работу. И здесь постепенно большинство людей демотивируется. Они не хотят работать, ну как-то теряют интерес. И соответственно с таким пониманием и с таким отношением многие руководители приходят в команду разработки. И здесь очень сложно многим руководителям понять, что проблема может лежать в совершенно другой плоскости. В отсутствии компетенции, в наличии R&D и так далее, и так далее, и так далее. Ну и из-за этого очень многие руководители путают желание, нежелание работать и отсутствие опыта, например. И пытаются применить всякие TPI, премии, депримирование. Я видел много раз, как генеральный директор, исполнительный директор тащили команду разработки себе в кабинет и прямо распекали. И это не давало никакого эффекта. И здесь просто надо объяснять. Ну, если вы там тимлид или разработчик, неважно, в основном вам нужно просить все-таки, выпросить некий кредит доверия. И вместо того, чтобы выслушивать, как делать работу, надо спрашивать, что в конечном итоге надо получить про цели бизнеса. И, соответственно, достаточно ответственности и полномочий под эту работу. И самое важное, что вы должны делать – научиться измерять свою работу, научиться измерять свои просьбы. Это очень сложно, но это крайне важно, потому что такие руководители, они хотят именно измерения. Пример. Когда, например, видел, что проблема лежит в том, что очень много тратится на баги, на багфиксы, выпросил какие-то инструменты, руководитель сказал, не-не-не, это дорого. Платили сразу за год. И здесь просто показал цифры, сколько мы сэкономим, если все-таки купим эти инструменты. Это очень помогает. Теперь кратко. Если вы занимаете какую-либо руководящую должность, неважно, ведущий, разработчик, тимлид и так далее, нужно уметь работать с людьми. Я постоянно вижу много ошибок, как и у своих тимлидов, как и у многих руководителей. И первое, о чем хочу сказать – это работа с критикой. Многие руководители тимлиды боятся критиковать работу подчиненных. Говорят, обидеться еще. Зачем? Да, еще уволиться. Да, здесь совершенно верно. И надо просто понять, что критиковать нормально. И критиковать надо. Единственное, можно критиковать работу человека, но не самого человека. Это огромная разница. И также, если подчиненные обижаются на критику, коллеги ваши обижаются на критику работы, надо объяснять. Ну, как бы, сорян, но это работа. Я критикую работу, а не тебя. Дальше. Критика работы. То есть умение критиковать. Многие, к сожалению, не умеют критиковать. И здесь рекомендуется вначале за что-то похвалить. Есть целая методика, как критиковать. И любые сарказмы, насмешки, издевки, шпильки и так далее. Это все убирайте. Это всего не должно быть. Уберите негативные эмоции. Потому что даже если вы критикуете какую-то работу человека, если вы критикуете эмоционально, он все-таки это все воспринимает на свой счет. Дальше. Что касается насчет критики. Дальше плавно перейдем к токсичности и к мату. Это тоже больная тема. Где-то полгода назад наверняка многие из вас видели статью на Хабре, где там чувак говорил, это все муси-пуси уже надоели. Я хочу матом просто объяснять, где человек накосячил. Это нормально. И здесь в профессии не место слабонервным. Вот мат как бы важен. Нет. На самом деле мат в любом виде недопустим. Особенно если вы руководитель, особенно если вы занимаете высшестоящую должность, вы должны полностью отказаться от мата. И на самом деле оскорбление, унижение, это все наносит ущерб. И есть прямой ущерб в виде того, что люди уменяются в косвенный ущерб. Это все давно измерено, давно описано. И надо учитывать, что вы не сможете внедрить девопс методологию, если у вас такая токсичная культура. Что рекомендую почитать? Есть замечательная книжка. В нем описывается кейс, когда измеряли количество врачебных ошибок в двух разных больницах, где главврач был очень токсичным и где был достаточно толерантный главврач. И оказалось, что там, где главврач хамил, грубил, количество врачебных ошибок было в десять раз меньше. И казалось бы, это же нормально, вот круто же доказательство того, что мат все-таки помогает. При ближайшем рассмотрении оказалось, что с таким токсичным главврачом инциденты просто замалчивались и не фиксировались нигде. В нашей профессии все то же самое. К вам не будут приходить с проблемами, будут от вас замалчивать какие-то вещи, боятся сообщать вам какие-то негативные плохие вещи. И это ничем хорошим не закончится. Дальше командная культура. В моей практике был случай, когда тимлид не стал брать разработчика, когда начал спрашивать, почему он говорит, ну вот у нас в команде многие курят. Я как бы люблю во время перекура выяснять, в чем проблема. Я не смогу так с ним выйти на перекур и пообщаться. И бывают еще другие экзотичные, как, например, в одной крайне токсичной и самой неэффективной команде оказалось, что не берут в эту команду тех, кто не закончил какое-нибудь высшее московское образовательное учреждение типа МГУ и так далее. Тоже, если вы хотите внедрить DevOps в команду, в компанию, от всех таких культурных особенностей надо жестко избавляться. Еще один пример. Когда я посидел на собеседовании, я спрашиваю, а почему ты не хочешь брать человека? Он же ответил на все твои вопросы, вроде скилловый, вроде опытный. Он слишком опытный, ему будет скучно. Когда я начал выяснять, в чем корень проблемы, он просто боялся, что сейчас возьмем более опытным, его подсидят и заменят, и он потеряет свое место работы, и надо уметь с этим тоже работать. И задача руководителя вообще-то нанимать людей более опытные, себя там, а не быть самым опытным в команде. И надо набирать тех, кто может самостоятельно делать работу и в DevOps культуре. Это крайне важно, когда вы людям говорите, что надо сделать, и они делают, а не так держите за ручку и говорите вот здесь там вот так, вот так, вот так сделай и контролировать это все тщательно. Ну и соответственно, что насчет доверия? Когда многие продуктовые менеджеры, скрам-мастера, тимлиды, когда говоришь, ну ты объясняй контекст, ты как бы давай право на ошибку. Когда, допустим, приходит подчиненный, начинает спорить, говорит, нет, здесь так не сработает. Крайне важно уметь выдавать некий кредит доверия. То есть сказать, окей, если ты говоришь, что это сработает, даже если вы точно знаете, что это не сработает, ну давать право на ошибку, кроме доверия. То есть если и ваша задача как руководителя закладывать определенные риски в то, что человек обожжется на этом, но набьет шишки, но зато он уже будет иметь некую экспертизу и больше не совершит этих ошибок. И когда вы меняете людей, когда внедряете какие-то изменения, очень многие люди выгорают. Они становятся демотивированы, токсичными. И здесь надо уметь работать с мотивацией. Один из способов – это публичное выступление. Простите делиться опытом, выступить на каком-нибудь мероприятии. Если эти метапы, например, человек боится, никогда не выступал, организуйте внутренние метапы внутри компании или просто отведите их на какую-нибудь конференцию. Пускай они пообщаются с коллегами, расширится кругозор. Если разработчики, люди будут твориться в собственном соку, они постепенно будут демотивированы. А здесь расширение кругозора достаточно важно и участие в метапах крайне важно. Ну и можно выступать самим. Если ваши подчиненные боятся выступать, покажите пример, выступайте сами. И самое важное. Постоянно вижу эту ошибку. Не надо платить за статьи, выступления, доклады во многих крупных компаниях, чтобы замотивировать людей. Говорят, вот денежный бонус 15 тысяч. Если вы там напишите статью или выступите… Нет, требовать тоже нельзя. Но смысл в том, что как только вы назначаете какую-то плату, желание выступать резко падает. Почему? Потому что многие начинают смотреть на то, что, мол, этот чувак там какую-то фигню написал просто, чтобы получить немножко денег. Говорят, с каждого одну статью в месяц. Нет, это тоже нельзя делать. Так, зарплата. Очень часто сталкиваюсь с тем, что когда я начинаю говорить, ну давайте работать лучше, давайте решим эту проблему, давайте внедрим какие-то изменения. Мне говорят, ну окей, я готов хорошо работать, но вот за это хочу больше денег. Я пару раз совершал эту ошибку. Ну окей, давай я тебе денежку, ты будешь лучше работать. Нет, это не работает. Ни в коем случае не надо сразу же повышать зарплату. То есть, во-первых, это глупо. То есть человек до сих пор плохо работал, что ли, из-за того, что ему мало платили. Ну может, что-то тут не так. И, соответственно, просто обсудите текущую проблему, если действительно низкая зарплата. Обсудите, что да, действительно, вот есть проблема. Если ты решишь эту проблему, после этого давай договоримся, что поднимем тебе зарплату. И это гораздо более рабочий вариант. И люди гораздо более охотно принимают этот вариант и становятся менее токсичными. Ну и, собственно, об этом следующая часть. Часто сталкиваюсь с тем, что, например, тестировщики говорят, ну вот пришли автоматизаторы, у них больше денег, а я тут годами работаю, низкая зарплата. Но зарплаты все равно утекают. Я хочу больше денег. И, соответственно, здесь просто надо учитывать, что ты говоришь, окей, давай ты освоишь автоматизацию. Человек все-таки не справляется, не может там как-то освоить программирование. Начинаются такие нехорошие вещи, как токсичность, депрессия, демотивация и с последующим увольнением. Здесь просто что надо делать? Надо постоянно говорить, проводить one-to-one, обозначать планы развития. И вместо того, чтобы там слишком большую задачу ставить, слишком большой кусок работы ставить, ставить задачи поменьше, достижимые. И вероятность того, что человек выиграет гораздо меньше. И крайне важно давать фидбэк. Ну и как конечный итог, последний слайд. Надо доверять, но измерять. Постоянно смотрите, что получается. Научитесь измерять. Главное – честность. Очень многие руководители говорят одно, думают другое. Этого не надо делать. В любом случае фальшь чувствуется, и рано или поздно ложь открывается, и доверие падает. А в DevOps культуре доверие крайне важно. И, соответственно, научитесь принимать критику. Если как-то остро реагируете на критику, научитесь все-таки принимать критику и научитесь правильно критиковать. Обучение и мотивация в DevOps культуре крайне важно, так как вы от людей будете просить изменений. Многие люди этого не умели, не знали. Крайне важно вкладываться в обучение. Еще раз про измерения. Надо научиться измерять, но ни в коем случае не злоупотреблять этими измерениями. Есть замечательный эффект, когда вы начинаете что-то мерить. Особенно если вы, не дай бог, решите за это еще какую-то финансовую мотивацию прикрепить, тут же начинаются нехорошие вещи, начинаются искажения этих цифр. Это тема отдельного доклада. И на этом все. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Ахмед. Очень емко, очень много и продуктивно. АПЛОДИСМЕНТЫ Перейдем к вопросам. И я хотел сообщить, что за лучший вопрос у нас сегодня есть подарок. Билет на одну из конференций форума RITF. Какой захотели, такой выбрали, кружочком обвели. И за лучший вопрос конкретному докладчику будет тоже подарок. Ну вот у нас еще пять минут. Да, коллеги, ваши вопросы, не стесняемся. Или, я так понимаю, всем все понятно или все боятся. Спасибо за доклад. Меня зовут Сергей. Хотел узнать, есть такое понятие, программисты, разработчики суперзвезды. Вот как с ними быть? Стоит ли брать таких людей? Как с ними работать? Да, это очень наболевшая тема. Но на самом деле очень часто бывает так, что обратная ситуация, когда мне приходилось увольнять таких суперзвезд в силу того, что они были дико токсичными, оскорбляли всех подряд, называли всех криворукими, отказывались сотрудничать. В большинстве случаев, конечно, удавалось снизить токсичность. И тогда с ними можно работать. И крайне эффективно можно работать. Иногда внедрял такие вещи, как код-ревью, мотивировал на то, чтобы они обучали людей. И это тоже снижает токсичность. Если все это не прокатывало, тогда, наверное, не стоит с ними сотрудничать. И, к сожалению, ущерба от них, зачастую, гораздо больше, чем пользы. Но в случае токсичности. Сейчас микрофон. Спасибо за доклад. Меня зовут Николай. Подскажите, пожалуйста, какие наиболее сложные ситуации вам удалось решать при проблемах взаимодействия, разработки и эксплуатации? На самом деле их просто столько, что я даже не знаю, сколько выбрать. У меня просто был один замечательный случай, когда боевые сервера начали складываться. И количество вот этих инцидентов просто начало расти. И я говорил и с разработчиками, с администраторами. Разработчики говорили, да вот, у меня тут ничего не может падать. Ну, хочешь, садись, смотри, код. А там код на Ruby. Я вообще не вдупляю код на Ruby. Подхожу к администратору. Он говорит, ну, блин, у меня тоже все работает. У меня проблем нет. И это вот один из самых сложных кейсов. То, как это решал, это будет очень долго. На втепате я готов рассказать, если интересно. И много таких случаев было, когда там никто не признавал, что это их ошибка. И каждый говорил, что у него-то точно не может падать. У него все стабильно. Давайте я без микрофона. Добрый вечер. Дайте микрофон, пожалуйста. Все-таки вопрос, почему нельзя в обязанности сказать, там, выступай на конференциях, там, пиши статьи и так далее. Прям прописать где-нибудь там. Вот, это один вопрос тогда. Второй вопрос, как быть, если приходит, ну, такой, как программист и говорит, хочу больше денег и все. Что вы в этом делаете в такой момент? Да, ну, смотрите. Первый вопрос, почему нельзя заставлять людей выступать? Как только вы делаете это обязанностью, а не добровольным таким началом, люди демотивируются. Ну, просто потому что, ну, например, там, если у вас джуны, у них нет опыта, они не знают, о чем рассказывать. То есть, как бы, и такие, ну, блин, я, чего позориться, выходить перед этим. Ну, опытные, да, там, ну, на самом деле, ну, что есть, то есть. Многие люди интроверты. И если он, ну, никак сам не изъявляет желания, ну, выступать, если он прям очень опытный, он может сказать, да вы задолбали, я хочу работать, а не тратить время на этих конференциях. Ну, отстаньте от меня. Тоже бывает. Ну, то есть все-таки давить нельзя. Можно мотивировать, можно как-то поощрять, но ни в коем случае не давить. Деньги, материалы, мотивация, это не полная. Добрый вечер. Акмит, спасибо большое за доклад. Меня зовут Диана, я аналитик данных. Очень хотел, ну, очень много было про разработку, про конфликт, особенно, да, вы очень, ну, отдельно широко это освещали, но хотелось бы услышать чуть побольше, наверное, из двух частей будет состоять мой вопрос. Во-первых, где друг относительно друга, по вашему мнению и опыту, находится тренд на внедрение data-driven культуры и data-driven принятия решений, это раз, и какие-то кейсы из вашей практики и методы их решения, что относится к качеству данных. То есть, когда у вас есть data quality департамент, да, а как быть, а где они, это все-таки я бы не отнесла к разработке, аналитика данных это такой отдельный большой сегмент, хотелось бы послушать. Конечно, конечно, это тоже огромная тема, о которых можно часами говорить. Я даже просто даже не знаю, как кратко ответить на этот вопрос. Я боюсь кратко не смогу раскрыть, но все-таки попытаюсь. Да, действительно, ну, на самом деле бывают самые разные кейсы, не только data-driven, но еще и там и лингвисты бывают, но еще и другие ученые бывают. Здесь просто надо смотреть индивидуально. Честно говоря, я немножко растерян, но не знаю, как кратко ответить на этот вопрос. Давайте так, будет автопати, я попытаюсь более подробно раскрыть, я боюсь кратко не отвечу. Да, в кулуарах. Ну, коллеги, уже время, мне показывают, что уже время истекло. Да, один последний вопрос у нас с YouTube спрашивают, есть ли смысл делать геймификацию в процессе DevOps, например, за соблюдение повышения метрик кода, введение каких-то ачивок или вроде того. Насколько больно это может даться в опытных командах от 20 лет разработки? Смотрите, здесь крайне важно это очень осторожно делать. Я на практике сталкивался с случаем, когда был, не знаю, там UI команда и backend команда. То, о чем я говорил. И директор по разработке, он там очень хвалил UI команду, говорил, какие они молодцы, профессионалы, ачивки. Хвалил их на всех мероприятиях. Эту backend команду, говорил, да, вот, блин, не хотят работать, вообще не хорошие люди. Когда я начал разбираться, вникать, при одном количестве людей там оказалось, что в backend команде кодовая база, только кодовая база в 10 раз больше. Сложность логическая там раз в 5 больше. И, то есть, как бы не разобравшись в этой ситуации, просто награждать и хвалить одних людей и ругать других было крайне неправильным. И когда вы поощряете какие-то измерения финансовые и так далее, люди начинают играть и работать под эти измерения и забивать на все остальное. Это очень плохо сказывается. Поэтому вот все такие подобные измерения, ачивки надо очень аккуратно и крайне внимательно внедрять. Потому что часто эта история плохо заканчивается. Спасибо большое. Спасибо.